В иностранных армиях. В иностранных армиях США испытали мать всех бомб. В ВВС США обнародовали видео, на котором продемонстрировано очередное испытание авиабомбы. GBU-57 новой модификации, на снимке, мощнейшего неядерного боеприпаса в американском арсенале. На ролике продемонстрировано, как стратегический бомбардировщик P-2 Spirit осуществляет сброс двух авиабомб этого типа. Одна за другой они сначала пробивают грунт точно в центре цели, а через несколько секунд на глубине под землей происходит мощный взрыв. Корректируемая противобункерная авиабомба, разработанная корпорацией Boeing. Она способна проникать в землю на глубину до 61 метра, а также пробивать железобетонные конструкции толщиной до 19 метров. Масса бомбы 13,6 тонны, масса взрывчатого вещества 2,5 тонны. GBU-57 была разработана в 2007 году для поражения подземных сооружений РАНа и КНДР. Новые ракеты для F-35 истребителей F-35A и F-35C получат ракету AGM-88G, предназначенную для уничтожения РЛС комплексов ПРО. Она будет размещаться во внутреннем отсеке самолетов. Ее летные испытания запланированы на 2021 год, а серийные поставки на 2025. Характеристики AGM-88G, создаваемой на базе ракеты AGM-88E, не обнародованы, но известно, что дальность AGM-88E составляет не менее 130 километров. Скорость при подлете к цели 2 Маха. Ливия. Противостояние продолжается. Вооруженные формирования, поддерживающие правительство национального согласия, ПНС, во главе с Фаизом Сараджем объявили о подготовке к расширенной операции в районе Триполи против ливийской национальной армии, ЛНА. В заявлении ПНС, опубликованном в Twitter, сообщается, что правительство укрепляет оборонную способность Триполи. По данным европейских СМИ, силы ПНС получают поддержку со стороны Италии, Катара и Турции. Несколько сот итальянских военнослужащих обеспечивают безопасность госпиталя, развернутого в портовом городе Миссурата. Сообщается, что военные грузы, боеприпасы, пулеметы и другое стрелковое оружие, ПТУР, бронеавтомобили с противоминной защитой, поставляются для ПНС морем и воздушным путем. Что касается анонсированного командования МЛН наступления на Сирд, в 200 километрах восточнее Миссураты, то боевой активности там пока не наблюдается. Украина. Новый Верховный. Владимир Зеленский подписал первый указ после вступления в должность президента Украины 20 мая. Глава государства принял на себя полномочия Верховного Головнокомандующего Вооруженными Силами. В соответствии с Конституцией Украины в его обязанности входит назначение и увольнение высшего командования в СУ и других военных формирований, присвоение высших воинских званий и формирование Совета национальной безопасности и обороны, СНБО. В своей винаугурационной речи новый президент попросил Степана Полтурака и Василия Грицака, глав Миноборонной службы безопасности, покинуть свои посты. Грицак, как и секретарь СНБО Александр Турченов, подал рапорт об увольнении еще до инаугурации. Полтурак согласился покинуть свой пост после просьбы Зеленского. По сообщениям информагентств.